Сверка номеров в МВД предложили изменить процедуру техосмотра. 18 декабря 2018 года, 16 часов 39 минут Валерия Маслова, Анастасия Румянцева, МВД России разработала законопроект, который внесет изменения в процедуру техосмотра транспортных средств. В ведомстве предлагают перед началом то проверять соответствие идентификационных номеров компонентов автомобиля с теми, что указаны в документах. В случае несовпадения операторы техосмотра должны отказывать клиентам в предоставлении услуг. Сейчас инициатива находится на стадии публичных обсуждений. В МВД предложили внести изменения в правила проведения техосмотра автомобилей. В ведомстве считают, что транспортное средство нельзя допускать до техосмотра, если компоненты автомобиля были заменены, но это не отражено в соответствующих документах. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Оператор технического осмотра производит идентификацию номеров компонентов транспортного средства, кузова, рамы, кабины, шасси и данных, содержащихся в документе, идентифицирующем транспортное средство. При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру, говорится в тексте постановления. При замене этих элементов соответствующая запись должна быть внесена в единую информационную систему техосмотра, юиста, тогда ТС будет допущена до прохождения то, кроме того, в МВД предлагают изменить процедуру оплаты техосмотра. До начала проведения технического диагностирования заявителям производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора, отмечается в документе. На данном этапе проводятся публичные обсуждения проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза. Опасный тюнинг автомобильный эксперт Игорь Маржарета пояснил, что в России действительно существует проблема с внесением изменений в конструкцию автомобилей без учета требований безопасности. По словам эксперта, в законе на данный момент не прописаны нормы, согласно которым можно модифицировать транспортное средство. Страна большая, автопарк старый, это действительно некая проблема. Она на сегодняшний день начинается не с техосмотра, а с того, что у нас не прописано, как эти переделки узаконить. Такой законопроект создается последние два года, рассказал Маржарета. Эксперт полагает, что новый законопроект позволит выявлять серьезные изменения в конструкции ТС на стадии техосмотра. По его словам, за этой инициативой следует внести и другие поправки в законодательство, в которых были бы прописаны правила реконструкции автомобилей, чтобы у граждан была возможность осуществить безопасный тюнинг и затем пройти процедуру техосмотра. Усложнение техосмотра. Между тем, автомобилисты полагают, что дополнительные процедуры при техосмотре лишь усложнят процесс. По мнению председателя движения автомобилистов России Виктора Пахмелкина, то должен подтверждать исправность транспортного средства, а регистрацией и модификацией их правомерностью должна заниматься другая служба. На техосмотре следует проверять, насколько все изменения соответствуют техническому регламенту и как они влияют на безопасность транспортного средства. Оценка должна производиться только с этих позиций, а были зарегистрированы изменения или нет, это не дело операторов техосмотра, пояснил Арти. Ахмелкин, по его мнению, техосмотр должен быть максимально освобожден от несвойственных ему функций. Видеофиксация, напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей. Весь процесс могут начать фиксировать на камеру. Это одна из мер борьбы с мошенничеством и поделкой диагностических карт. Согласно законопроекту, часть полномочий в системе технического осмотра вернется к МВД, а для операторов то и водителей введут новые штрафы. Также по теме. Ведется съемка, как видеофиксация может изменить процедуру техосмотра. Процесс техосмотра транспорта могут начать фиксировать на камеру. Соответствующие изменения утвердили в Госдуме в первом чтении. В 2016 году в Российском Союзе автостраховщиков заявили, что 80% российских автомобилистов перестали проходить техосмотр и начали незаконно покупать диагностические карты. Таким образом, потребовалось усиление контроля в этой сфере. Надзор за соблюдением установленных правил было решено передать МВД, параллельно с этим разрабатывается перечень документов, в которых будут прописаны критерии для получения аккредитации операторами техосмотра. Напомним также, что 11 декабря Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающий усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе техосмотра. Для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей, для юрлицы – 50-200 тысяч рублей.